муж уже ругается какая очередь из машины похоже дурдом трындец вот так вот приехали хотят покупной билет на автобус до города первый раз первой жизни вижу все кризис всем привет видео начинается шока посмотрите на эту толпу которая ждет автобус который оказывается еще и платный знаете сколько стоит 2 евро мы конечно прям офигели извините за выражение но это вот я еще мягко сказала конечно первый раз жизни встречаемся с платным автобусом на праздник это что-то вообще с чем-то нормальные такие домики здесь вилла конечно шикарны всем официально привет дема мы как всегда путешествие так сказать приключениях вы уже видели начало ролика это конечно жесть мы ищем место где припарковать машину день поближе вот что происходит где мы мы недалеко от пизы провинция пизы и мы в городе сан минято называется где по идее я уже без такого прямо надежды на будущее держу место припарковать машину муж подъезжает отхожу пусть паркуется прямо заведите тушкой закрыла своей значит это груди на образуру вот хотели попасть на праздник который здесь происходит каждый год мешает мешает который проводится скажем так каждый год праздник трюфелей вернее выставка продажа трюфелей грибы дети бесятся с ума сходят большим пытаемся прорваться туда если получится конечно я вам сниму что-нибудь народу обещают быть бешеное количество видели уже там на остановке автобуса было очень много народу я представляю что будет творится внутри ну будем пытаться будем пытаться сейчас на на несколько километров придется тащиться пешком по вот этим вот горам ну что делать девочки мимоза набирает цвет будет цвести феврале обратите внимание за моей спиной какие ну не знаю виллы сейчас не видно какое красивое место это зона спальный район дорогие виллы с огородами с садами очень красиво кожаные сады красота же эти какие виллы как живут итальянцы шла из-за угла господи вот это вот виллы его пары сытые мне сейчас конечно что тут снимаю боже живут же люди да обалдеть посмотрите какой сад а блин кактусы с фруктами смотрите обалдеть конечно вилла миллионная петушок на крыше шикарнейшая вилла просто шикарнейшая апельсины мандарины что это там господи какой сад все какой вид открывается сейчас уже довольно таки темно представьте сколько красоты видят жители этого дома жалко мне уже темно здесь достаточно камера не реагирует смотрите все-таки апельсины апельсины в горах это что-то панорама какая камера же засвечивает видите не хватает солнца это внизу кактусы классно очень потихонечку мы городку приближаемся народу конечно страшненько становится сколько в общем чем дальше в лес тем толще партизаны лучше смотрите сколько народу как-то мне уже страшно становится от всего происходящего вот эта очередь куда стесняюсь спросить куда что там есть типичные продукты лавки с типичными продуктами придется орать чтобы что-то вам здесь или шум потому что шум стоит невероятно посреди какая колбаска то вышла красота то красота естественно ну цены конечно сами понимаете но то есть вещи качественные вещи продукты это такие кресла кстати девочки реально тяжело приблизиться это очень красиво это очень красиво это очень красиво лавки тут с разных регионов италии вот это данная с калабрия калабрия славится своим перцем острым перцем у них очень много сортов очень такой ядреный атомный перчик на прилавке много консервированного перца и продукты с перцем вот видите колбаска острая была красная прям ядреная острая острая красиво конечно очень красиво а здесь у нас лавочка сицилия шоколад и сицилийские сладости сладости сицилийские я как правило с миндалю то есть различные сладости с миндалю миндальное печенье и конечно уже марципаны это все марципаны это не настоящие фрукты красиво конечно видите в виде фруктов каштанов грибов лимоны что там помидоры а здесь у нас спуя держитесь ребята красота конечно здесь неимоверно маринованный лук чеснок и конечно же оливки посмотрите на размеры этих оливок я не знаю каком масштабы передает камера но не реально гигантские размером слива и конечно же другая достопримечательность пули это тарали но тарали вы уже знаете что такое покажу вам масштаб этого ужаса реально не пройти здесь небольшой рыночек трюфелей свежих а вот он сам все что осталось вот смотрите 90 евро кусочек а вон те кусочки побольше могут доходить и до 1000 с лишним спокойно белые трюфи очень дорогие естественно представлен здесь рыночек хендмейдеров снимаю крадучись потому что часто бывает недовольны то есть то есть ревную к своему труду и боятся чтобы у них не своровали идеи вот изделия из оливкового дерева очень дорогие изделия с этого с этой древесины здесь у нас мыло ароматное а это как я поняла светильники из толстого фоамирана здесь очередной павильон с продуктами с добавлением труфелей и труфеля в различных видах крема пасты масло оливковое сливочное помазки очень вкусно все очень все красиво прям слышные запахи стоят в воздухе конечно феноменально вот такой вот сыр в сене это нормальное явление у нас сыры в сене у меня вот ну а а тут снизу продают каштаны подергаем из моста Продолжение следует... А вот здесь трюфеля собственной персоны. На вот этом блюде лежит целое состояние, если посчитать сумму всех трюфелей, что там есть. А вот здесь, если вы здесь, я думаю, что у вас есть один сахар и один сахар. Я сбежала из павильона, где проходит кукинг-шоу. Ой, устала, честно сказать, на каблуках здесь ходить вверх-вниз, потому что это все-таки в горах. Посмотрите, какая панорама у меня за спиной, если видите. Внизу город освещенный. Красиво. В общем, устала. Что хочу сказать? Очень много. Очень. Я вам не могла комментировать. Снимала прям вот такие короткие отрезки по 5-6 секунд, которые потом сидятся еще при состыковке. В общем, ну невозможно, потому что, так, надо следить еще за ребенком, потому что шустрый упадет. Здесь обрыв снизу, поэтому надо смотреть. Вот. Народу очень много. То есть к витринам, к прилавкам не подойти. Народ ходит, тебе дергает за сумку, получается, дергается камера, плюс полы, настил деревянный, они еще вот так прогибаются, все прыгает. В общем, ужасно, ужасно. Ну, что смогла, сняла, естественно, без комментариев. Я попробую наложить потом голос, потому что вот единственный способ что-то как-то вам дать понять. И, в общем, расскажу, что вообще это, что такое, что здесь происходит вообще. Это ярмарка, ярмарка национального масштаба. То есть вы поняли, почему столько людей? Людей очень много. Реально, потому что приезжают из других уголков Италии, региона, наверное, может быть, из Италии, из дальних регионов. Вот как раз посмотреть, купить продукты из трюфелей. И, кстати, мы вот сейчас проходили, походили по этим павильонам. Павильоны очень новые. Я вам наснимала отрезки с разных павильонов, но это не один, а их на самом деле много. И люди покупают, люди покупают. То есть вот небольшой вот такой вот кусочек трюфеля 250 евро. И продается. Давай, типа я тебе еще скидочку дам, так спокойно. То есть видите, как будто, знаете, картошки килограмм на рынке купить. Есть люди, есть богатые, есть, которые могут себе позволить вот такую... Это даже не то, что еда, да, оно же как вкусовые извращения, можно даже назвать. Но, видите, есть люди, которые, в принципе, себе это могут позволить. Несмотря на сегодняшний кризис, несмотря на то, что все плачутся, ой, все эти болиты, все счета высокие-высокие. На самом деле, видите, народу очень много и народ покупает. Девочки, пока есть у меня минутка свободная, потому что я с кукинг-шоу ушла. Мои остались, мои смотрят. Расскажу вам вообще о кукинг-шоу, как они здесь происходят. Тут вот два таких городка, где вот проводят такого плана кукинг-шоу. То есть, получается, повара, элитные повара элитных ресторанов, мишленовских ресторанов, собираются здесь и готовят 5-5 блюда на базе трюфелей. То есть, это может быть любые блюда. Это может быть первое блюдо, это может быть второе блюдо, это может быть сладкое, и это может быть даже коктейль с трюфелями, с грибами. Да, и, кстати, вкусно. То есть, мы были несколько лет на вот таких кукинг-шоу, попадали. И реально вещи, конечно, вкусные. Потому что сначала повара готовят, всё объясняется, всё рассказывается. А спритонатиму поясняется. То есть, вот ты сидишь, смотришь весь процесс, весь процесс приготовления, и по окончанию которого зрителей угощают вот этим блюдом. Естественно, там вот чуть-чуть на тарелочке, только попробовать. Но, по крайней мере, ты вкусовое представление уже имеешь. И реально блюдо, естественно, высокого класса, потому что очень дорогие блюда. Вы сами видели сейчас цены на трюфеля. То есть, соответственно, блюда очень высокие. Мы вот прошли даже по ресторанам. Здесь самое простое, вот паста с трюфелем. Ну, это, скорее всего, просто потёртый сверху трюфель. 50 евро. Ну, то есть, когда обычно паста стоит там 10-12. Вот, то есть, очень дорого. Но, естественно, вкусно. И есть вот такая оказия, вот такая возможность попробовать элитные блюда. В заключении немножко архитектуры. Ветер поднялся, я не знаю, шумит в камере или нет. Поднимаемся на башню. Здорово очень мне на каблуках. Ну, кстати, удобно, да. Уже запыхалась, посмотрите, какая высокая лестница. Это ужас, я сейчас похудею. А это куда мы идём? Зачем идём? Может, сразу здесь были, но ничего, ладно. На вершине я запыхалась, говорить не могу. Реально высоко. Снизу, видите, насколько мы высоко сейчас. Видно, конечно, хорошо. Столько огоньков. Скоро добавятся рождественские огни. Мой любимый сезон. Сама башня мне пришлось удалить. Поставить широкий угол, чтобы она вошла. Девочки, видно плохо? Ну, снимаем вам. Сейчас я покажу пальцем. Вот это вот Пиза. Видите, огоньки. Это огни Пизы. Аэропорт видно. То есть мы здесь недалеко. Ну, реально провинция Пизы. Здесь у нас терраса со всякими сладостями и едой. Сын у меня уже в экстазе бьётся. Какие запахи, кстати, здесь. Осень, осенняя, желтые листья. Сегодня, кстати, хорошая погода у нас была. Здесь было, когда мы приехали, 16 градусов. А у нас дома было 12. Вот так. В принципе, не холодно. Но я одета очень хорошо. Мне не страшно. Красота какая-то. Дерево сделано. Как высоко, видите? И вот эти террасы ливили на уровне. Их несколько. Первый, второй, потом третий, видите? Мы обошли всё. И теперь домой. Всем пока-пока.